Ну что, ребят, всем еще раз привет. После затяжной паузы мы с вами возвращаемся в прямой эфир и начинаем смотреть третий раунд Dota 2 Asia Championship в групповой стадии. Na'Vi против CallRaisers. У меня на стриме будут стартовать. Другие матчи на правильных трансляциях тоже уже начались. В общем-то, тоже смотрите. StarLadder 1, StarLadder 3, StarLadder 4. Все три канала сейчас для вас освещают игры. Итак, CallRaisers против Na'Vi. Я думаю, матч дня его можно действительно так назвать, особенно для СНГ-зрителя. Конечно же, мы все болеем и за Na'Vi, и за CallRaisers. Хотим, чтобы эти обе команды прошли в стадию плей-оффа и показали самые высокие результаты. Потому что, ну, это наша надежда, это наша СНГ-дота, и она должна выиграть, она должна побеждать. Ну, так получилось, что совсем уж скоро, в первый игровой день, и так вот пришлось схлестнуть, скажем так, свои мечи этим обеим командам. Ну, посмотрим, кто окажется сильнее, кто окажется подготовленнее. Вы знаете, что Na'Vi уже успели размяться. Вчера они выиграли вайлдкарт-матчи, да, свои, с счетом 4-1 они закончили эти самые матчи. То есть, они немножко оценили возможности китайских команд и других. CallRaisers, ну, если только играли, только какие-то КВшки, разминочные матчи. Вот, посмотрим, с какими стратегиями, с какими пиками они подойдут к этому матчу. Итак, CallRaisers за Radiant, за Direnatus Vincere, забирают себе Vengeful Spirit, First Peacom, Gablac. В банах у нас Wisp, Ancient Operation, минус Троль Warlord и минус Axe. Ну что ж, Джиггернаут в пуле. И на ФП его Na'Vi брать не стали. Возьмут ли CallRaisers? Большой вопрос. Ну, здесь горится на капитанском слоте. Вы знаете, в перерыве я там запилил голосовалочку себе в паблике, и... Что удивительно, наполовину СНГ-зритель разделил свое мнение. В общем-то, одна часть по одну сторону, одни болеют за HellRaisers, другие хотят, чтобы победили Na'Vi, и... Голосайте примерно в равном количестве. Это действительно очень интересно. Все-таки поддерживают и тот, и другой коллектив, и это здорово. Ну что, Горец. Ждем твоего решения. Довольно-таки долго он подходит к выбору первых своих героев. Так, аккуратно Na'Vi начали свой пик с Суппорта. Венга заехала на ФП. Ну, в последнее время, в принципе, это неудивительно. В NG4 Spirit, если не на ферр с пиком, так вторым пиком обязательно заезжает. Поэтому этому герою мы здесь всегда рады. Да, и действительно, HellRaisers не стали выдумывать велосипед. Они взяли популярного Джиггернаута в последнее время. Ну, и добирают Джиггернауту еще и Рубика. Пиком вторым. Ну, а теперь давайте посмотрим, как Na'Vi будут контрить этого Джиггернаута. Каких героев использовать для этого. Самая популярная контра для Джиггера, ну, вот Акс в текущей мете, он уже забанен. Взять его не получится. Посмотрим, через каких других героев будет каблак играть. Ну, вы знаете, дорогие друзья, что абсолютно бесплатно. Вы можете смотреть трансляцию на канале Staraldor 3. Или же можете приобрести билетик на этот турнир и смотреть через клиент. Там мы тоже, собственно, обещаем. Ну, правда, не без проблем, конечно. Бывают и Робовойсы, бывают и проблемы со звуком именно в клиенте. Но вроде у меня этот турнир сегодня более-менее порядок. Так что можете и там смотреть. Магнус со вторым пиком добирает себе Na'Vi. Пошла вторая стадия банов. Герой, который Na'Vi использует в последнее время очень часто для Dendy в Solo Mid. Магнус у нас и, ну, получается, уже и в том году частенько заходил для Na'Vi. И вот в этом году тоже старается его брать. Пользуется особой популярностью. Ну, и вот даже некоторые команды против Na'Vi, как раз таки, Магнуса и банят. Минус Мортред. Один из самых таких, наверное, очевидных решений был бы для Na'Vi, если бы они взяли Мортредку. То есть был бы дополнительный баф от Магнуса. И так хороший там у него дэмэдж вылетает. И, ну, с получением, там, Капда Грейс, да, и Длэйти решили просто избавиться от этого героя. В принципе, правильно. Я так понимаю, что и четвертым баном Горец уберет тоже какого-то неприятного героя для себя. Так, у нас там снова какие-то проблемы с травальной системой нашей. Сейчас пытаюсь это подфиксить, чтобы потом не было никаких проблем. Так, 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 так. Сейчас должен быть полный порядок. Вот, да, все, возвращаемся. Итак, минус Enchantress. Ну, избавляются таких лесных суппортов, ребята, из Na'Vi. Чен, Encha. Нечасто мы их в последнее время видим в пигах. Их, откровенно говоря, Enchantress я видел в последний раз, наверное, только на онлайн-части Старлатера. За сегодняшних игр она мне тоже не попадалась. Может быть, на пролинк-трансляциях где-то Encha это была. Но, откровенно говоря, у нас в приоритете пока другие суппорты. Про это герои немножко забывают. Ну что ж, ластбан в этой стадии от Горца. Дальше пики. Дальше самая интересная часть. Минус Батрайта решили такого вот инициатора убрать. Избавились от героя для Фанника. Ну что дальше? Есть Джиггернаут. Ну, судя по всему, это герой для Артеса на легкую линию, чтобы пофармить. Рубик-суппорт. Ну, тут либо для Дреда, либо для Годдема. В зависимости от того, какой второй-второй суппорт у нас появится. Возможно, как раз-таки его стоит добрать. Ну, вы знаете, что ни Na'Vi, ни Hellraiser еще в групповой стадии сегодня не играли. Да и вообще у нас первый круг только подходит к концу. Каждая из команд сейчас играет по одному матчу. И вот на одном из триме сейчас будет играть второй свой матч кто-то. Если я не ошибаюсь, и LGD там с кем-то подкатали. У нас второй круг потихонечку пройдет. Ну, пока идут пики, я вам еще раз напомню, дорогие друзья, что в течение четырех дней, с самого утра и до позднего вечера, мы с вами будем смотреть матчи групповой стадии. 16 команд, каждый с каждым, Best of One, 120 плюс матчей. Ну, в общем-то, смотрите на трех параллельных трансляциях. Будем вещать. Na'N-Stalker заезжает пиком третьим для Hellraiser. Ну, это, я так понимаю, мид-герой. Довольно-таки активный персонаж. Особо-то не жадный герой, да. То есть, много шмоток ему для того, чтобы бегать и убивать не нужно. Нужно только получить уровень. Ну, вот уровень смедленнее он должен получать вполне комфортно. Неплохо. Задатки на такую достаточно агрессивную игру. Ну, мы знаем, что и Hellraiser, и Na'Vi как раз-таки отличаются тем, что показывают довольно-таки агрессивную доту. И не бывает такого, что у них какой-то затишь и уходит какой-то глубокий фарм. Лейд, обычно это все время какие-то передряки, драки по Т4 товарами и так далее. Все это в духе как раз-таки и Hellraiser, и Na'Vi. Поэтому команды действительно друг другу достойны. И я, ну, я думаю, и вы тоже ожидаем от этого матча много активных действий. Тайдхантер от Na'Vi. Заходит третьим пиком. Персонаж, я так понимаю, для фаников сложную. И еще один персонаж для хорошего замеса 5 на 5. Мы видим и Магнус, и Тайдхантер. Это те ребята, от таких плотных героев, которые будут создавать весь масс-файт. Но пока еще непонятно, кто же будет в этой всей тракете убивать. Майнкерри по-прежнему нет. Хвост еще своего героя не выбрал. Ну, все окей. Пока вот с такими прокастовывающими, скажем так, героями Тайдхантера и Магнусом, Найт Сталкер и Джиггернаут выглядят не очень симпатично, прямо скажем, да. Тяжело им придется. Посмотрим, как будет гореться, в короче, с этой ситуацией. Забирает себе Омника. Сегодня одного Омни Найта мы уже видели. Вот, ребят, из Cloud9 заехал на 5 с плюсом. А теперь Омник от Hellraiser. Я так понимаю, это субпорт второй. Единственный, конечно, минус в этом пике только в том, что уже третьего миличного героя себе они забирают. То есть, ну, по сути, это идеально для Магнуса. Очень просто ему будет врываться с Айм Реверс Полярити. Ибо плотничком будут Hellraiser все время в драке находиться. И Медузу добирают Нави. Ну, и вот он тот самый керри. Это персонаж, который будет фармить. Ну, под бафом от Магнуса, под Эмпауэром. Плюс еще и Венжен Саура будет от Венжи Фолл Спири. То есть, Медузе будет вообще комфортно. Демиджа добавится. Все будет круто. Ну, что ж, банится Шадоу Демон. Последней стадии от Hellraiser. Стоит на последнего суппорта Нави не хватает добрать. И Нави, в свою очередь, должны будут убрать, ну, какого-то оффлейн героя, судя по всему. Ну, хотя тут, опять же, спорно. И у меня Найт у нас может на оффлейн позицию встать запросто. И Джиггернаут может быть соло-оффлейнером. И Найт Сталкер может быть как керри в Триплу вообще пойти. Тут вариантов действительно у команды Hellraiser с миллион. До последнего непонятно, как они будут своих героев расставлять. Так что, возможно, что-то такое необычное Ласт Пика мы с вами увидим. Банится Никс. Один из тех героев, который, в принципе, для Медузы неприятен. Да, за счет Моноперна. Решает жизни Медузу постоянно в драках. И Шадуфинда, Hellraiser, забрали Ласт Пика. Интересный набор героев получился. Довольно-таки жадные персонажи. Ну, посмотрим, посмотрим. Действительно, Джиггернауту, судя по всему, придется отправляться в сложную линию. Возможно, там будет даже Трипла. Такая боевая. Ну, что-то типа Джиггернаут, Рубиком, не Найт на сложную. Шадуфинд, Мид, например. Найт Сталкер легкая, как-то так. Хотя Найт Сталкер против Тайт Хантера будет драматично стоять на линии. Найт Сталкер в Мид, на Шадуфинд на легкую. Так будет круче. Ну, в общем-то, с появлением этого героя все равно выбор по линиям у Hellraiser достаточно большой. На Велоспик. Последнего суппорта будут добирать. Ну, и давайте посмотрим, что у нас там дальше будет получаться. Нужен второй суппорт. Нужен герой, с которым будет бегать Venture for Spirit. Создавать начальную агрессию. Роумить, по возможности. Ну, если будет какой-то активный суппорт. И все-таки суппорт более сливового характера. Ну, скажем, больше на лейтовую игру. Может быть, с каким-то бафом для Медузы. Опять же, какой-нибудь Огрмак может заехать. Почему бы и не. С другой стороны, хочется взять героя, который бы в теории мог бы фармить себе какие-нибудь диффузы, возможно. Да, что-то как-то вот мне на эту жизнь испортить. Репельчики снимать и так далее. Ну, что-то типа какой-то Миран. Тогда пик, конечно, жадный получится немножко. Посмотрим сейчас, что выберет Габлак. Может быть, какой-то сейвовый абаддон заедет или тренд. Коех Габлак очень любит. Ну, кстати, что на удивление для Na'Vi Габлак напикал достаточно много стандартов. Ну, вот Огрмак заехал к один из возможных вариантов. Герой, который, в принципе, и с Венжи Фулл Спирит в начальной стадии неплохо сочетается. Ну, и в более поздней игре он дает отличнейший баф для Медузы. И Медузы здесь будут бафать прям очень много героев. Ладно. Так, ребята разбирают себе героев. Ну, и мы с вами давайте тоже начнем смотреть, что, кто, на ком, зачем и почему. Итак, Hellraiser's. Артез, фармящий Джиггернаут. Goddamn support Rubik. Dreads support второй на Омнике. Горец, Night Stalker. Ну, судя по тому, что Горец из оффлейн игрок. В общем-то, возможно, и на Night Stalker он сложный пойдет. Афонин сыграет на Shadow of Fiendia в качестве персонажа. Ну, и на Тус Винцера. Ванскор support Vengeful Spirit. Дэнзи сыграет на Сулумид Магнусе. Фаник Тайтхантер офлейн. Хвост фармящая Медуза. Ну, и Габлак остается у Гормак. Второй support. Ну, тут, в принципе, все дефолт и все понятно, и все логично. Ставим Добби Тотнинта. Ну, и давайте посмотрим, как все-таки по линиям будет у Hellraiser's. Как будут располагаться герои. Готовы ли они ставить триплу в сложную? Готовы ли не драться против Медузы? Ну, в принципе, этот вариант был бы неплохой. И опять же, по моему такому скромному мнению, пику Нави мне нравится побольше. В более поздней игре, скажем так. Не верю я в то, что Джиггернаут с Сэпом там всех смогут убить. Больше я верю в всякие реверс-полярити с рефрешером. С Тайтхантер, который будет давать реведжа тоже с рефрешером по две штуки. И Медуза, которая там будет штислотовая и будет всех убивать. Вот это вот мне нравится побольше, скажем так. Поэтому, если Hellraiser's поставит триплу в сложную линию и сразу начнут мешать фармить Медузы, возможно, какие-то быстрые фраги сделают, то у Hellraiser's все действительно может получиться. Готовы ли они на такое пойти? Вопрос. Ну, ставится пауза. Ну, к этим начальным паузам и паузам на протяжении всей игры мы вообще уже привыкли. Эти знаменитые КХАЛЕ. Непонятно, почему на турнирах такого уровня такие проблемы с компьютером. Еще, конечно, такой плохой отпечаток, скажем, откладывает то, что команды сажаются друг после друга, да, на разных компьютерах все время сидят. Например, сейчас Hellraiser's играют на тех компах, на которых играли MP Phoenix. Ну, и вы понимаете, да, что корейцы как-то по-особому компы настраивают, и доту там нужно все время перенастраивать, бинды и прочую гадость. Поэтому у нас и такие дилеи. В плане паузы так очень плохо. Ну, хорошо, что сейчас пауза долго у нас не держалась. Ребята отправляются по линиям. Ну что ж, Артес на легкой будет стоять. Два ринку протекшн закупил, здесь два саппорта уже побежали. Вардец, видимо, год ДМ1 сапогом. Кстати, Дредд второй вардец имеется. Ну, тут стандартный на оффлейн вард ставится. Фанника. Два ринку протекшн, кстати. Девять брони он себе получает. Неплохо так. Ну, сегодня так у нас и бэтрайдеры закупались. Два ринку протекшн. Популярная в последнее время стала тема для оффлейн героев. Просто быть непробиваемым героем. Ну нет, судя по перемещениям Рубика, не будет. У нас триплыв сложный. Потерпит, так понимаю, Найт Сталкер на сложной линии. Попытается получить себе экспу, вынести себе какой-то уровень. И уже начинать свои забеги по карте. Так, контролится руна. Подошел сюда хвост. Не боится он так высовываться. Приходит горец. Пытается его сейчас шугнуть. Дал уже воет. О, тут всем хочется руну забрать. Трипальчик получает горец. И в итоге хвост забирает себе спокойно баунти руну. Снизу баунти руну забирает Джиггернал. Ну, все окей. Все достаточно ровно. Ну что ж, возможно здесь даже дабл линия будет в исполнении Hellraiser. То есть не будет стоять один Найт Сталкер при поддержке. Он не Найта будет находиться на этой линии. Кстати, тоже неплохо, да. Потому что, ну, горец бы очевидно терпел на сложной. Особо к репам ему подходить не бы не давали. А так при поддержке Омни Найта можно вот и экспириенс получать. И можно даже каких-то крипов трогать. Так, Габлак тем временем активно на Афонина. Уже Игнайт закинул. Прогоняет его прям далеко по Тао. Всем дает возможность получать Дэндику крипы на халяву. Ну и вот на быстрый бот, ну конечно же, Дэндия. Афонин тоже решил пробить. Габлак пошел на второй заход. Как же они Сэфу-то серьезно мешают? Афонин хоть одного крипочка хочет забрать. Уже начинать поднимать себе дэмэдж. Не удается пока этого сделать. Шоквейвы первые пошли. Габлак снова выходит. Неплохо, неплохо сейчас так. Габлак помогает Дэндии получить себе на быстрый боттл. Еще одного крипочка буквально нужно забрать. Он его забирает. Все, боттл готов. Ну и теперь Габлак уже может в принципе эту линию оставить. Хотя Игнайт заезжает. Афонин прям по Тауэр пошли. Что творят? Второго уровня Магнус. Ну там какой-то хитрый скивер. Возможно шоквейв, пару ударов с руки и можно было оформлять все ФБ. Но это было бы слишком нагло. И лезть по Т2 Тавр явно ребята не стали. Ну и вот все. Более-менее оптимизировалось. Габлак тут бегает сапогом. Боттл у нас в курьерчике идет. Все нормально. Артес на легкой линии. Спокойно будет фармить. Особо никто ему не мешает. Здесь бегает Фаник. Второй уровень себе тоже апнул. Тоже круги нарезает. Тут где-то в чужих лесах побегал. Знает, что Годем пытается делать отводы. Можно и с ним Экспириенс поделить. Можно и хребочек каких-то с помощью Энка Смэша забрать. В общем, Фаник. Так же, как и Найт Сталкер будет получать свой экспорт. Ну, помимо того, что Экспириенс тут получают, еще они пытаются в Анскоро гонять. Далеко его загнали. Контролится будет руна. Анскоро отобидно разворотить. Габлак уже стоит. Есть регенерация. Ну, кстати, мы видим Дэнди, да? Подарил Боттл пока Габлаку. И Габлак эти руны собирает. В общем-то тоже такую дабл-линию в итоге организовали ребята из Нави. Просто щемят этого СФ и не дают, не дают ему фармить. Не дают ему возможности даже себя раскрыть. В начальной стадии в любом случае это СФ будет очень сложно сделать. Все, что может пока Афонин набирать свой крипстат. Добрать бы, конечно, Боттл в идеале пораньше. Ну, извините, что делать Габлак. Он заходит прям по Тавор. Да, он получил 3 оплеухи от Тавора. Не больно, у него 7 брони. У него есть Боттл для регенерации. Регенерации воспользовался. Боттл, видимо, отдал Дэндику. Ну, а Дэнди продолжает тоже щелкать крипочкам. Афонин, конечно, тяжело. Тут уже хочется, чтобы скорее Дред переместился к Афонину медлинию. Так, Горец получает стан. Немножко горцев пробили. Так вот, да, возможно, стоит, он не на это все-таки к СФу сместиться. Помочь. Каплак перетянулся. Горец там и воет. Так обменивается способностями своими. Не более того. Ну, вот сейчас Афонин должен более-менее вздохнуть спокойно. Он, конечно-таки, покинул линию в Громак. Еще и линия хорошо подпушилась. Вот Кайлами себя Афонин помогает. Ну, и начинает крипстат поднимать. Ну, возможно, с этой пачки у него уже Боттл появится. Немножко поздновато, но что поделать. У Дэнди тем временем 18 на 6 крипстат. То есть с СФа мы видим 12 на 1. Вот в полтора раза, пока Дэнди переигрывает с СФ. Паник. Паник-сапог пока. Два кольца. Уровень второй. Артеса. Четвертый уровень 20-13. Кстати, крипстат топовый. Причем, довольно-таки серьезно. Он уже обходит хвоста. Хвост пока занимался тем, что отгонял Найт Сталкера. Пропустил парочку крипов. И, вот видим, ОКС отступает от Джиггернау. Напряженный момент. В прежнем нет Ферзбад. Уже 4 минуты игры позади. Что довольно-таки странно, да? Хотелось бы у ФБшечки уже пораньше. Видите, какие-то уже размены. Фаник отгоняет Голдема. Руна. Хорошая руна. Инвиз. Под Инвизом можно спокойно возле крипов стоять. Не бояться за свою жизнь. Потому что тебя будет кто-то там поддамаживать. Фаник аккуратненько смещается, опять же, к Артесу поближе. И будет здесь стоять, получать экспо. Ну что, Ванскор подтягивается. Хвост купил себе фейсбут. Есть рейсбенд. Каблак сапогом. Найтсалкер. Найтсалкер, как у него дела. Левел третий. Второй воид. И вот покачал он один раз Хантер из Анаит. На 6 крипстат. Ну вот, благодаря тому, что он все-таки поддерживает его. Амни Найт у него есть какое-то количество крипов. Да, то есть не просто он бегает. Без сапога как-то там стоит. Возможно, да, с таким темпом еще и на Аурнов Шадоус нафармить. До первых своих вылазок. Будет покруче. Так, Фаннику надоел ставить на сложный. Пошел он стакать себе Эншентов. По таймингу подходит. Третий уровень. Ну вот, на третьем уровне пока еще ничего себе не вкачал. Тут по ситуации. Что в миде? СФ 26 на 3. Тут 26 на 8. Мы видим, что потихоньку уже догоняет Афонин. Магнуса. Он, в принципе, его уже по крепстату догнал. Вот СФ. Ему только уровень нужен. И Кайлы уже третьего уровня. То есть, все как надо. Так, и тут Фанник в спину может зайти на Афонин. Афонин принес себе Боттл. Мы знаем, что СФ довольно уязвимый на начальной стадии. Подкупки серьезных артефактов. Убивать его действительно можно. Сейчас зайдет Фанник. Долгаш. Дэнди здесь. РПшечка у него есть. Ривер сполирует. А скибери отвозит. Там сейф ТП. Касмэш не хватило дэмэджа. Пришелся такой дэм на сейф. Дал фейтбол. Просто не прогнал. Ну, первое РП нереализованное получилось от Нави. Ну, очевидно, да. Действительно, не хватало там немножко дэмэджа. Мы же на Терринимагу подняли. Еще на Кайлы его там бросили. Вот дэм показал тоже. Что не просто так он сюда пришел. Серьезно, Афонина будет помогать. По-прежнему. По-прежнему у нас 0.06 минута. Ускоряется уже Горец. За Габлаком. Ну, не самая это приятная цель, очевидно. Габлак тут на развороте. Теперь бьет Гореца. Контролится руна. Станчик. Габлак не успевает. А Горец оставляет для Афонина. Неплохой пурификейшн. Репел. Горец до конца. Есть еще один воид. Габлака пробивает. Нужно габлака сэвить. Вейв. Тычку делает последнюю. Холдрейзер сделает ФБ. Отлично. Стан на развороте. В Горца. Подтягивается Афонин. Спасти Горца. Отлично. Опять же пурификейшн. Еще один фраг делают ребята из Холдрейзерс. 2-0. Афонин ускоряется дальше. За хвостом. У хвоста нет маны. Нет маны. Горец идет давать воид. Афонин пытался Татюдо с этой тычки дать с этого места пару Кайлов. Но далеко ушел уже хвост. И Кайлайми там просто Афонин не доставал. В любом случае Размента пришелся превосходным для Холдрейзерс. Как же четко сэвил Дредд сейчас Найт Сталкера. Два раза на крайней смерти был Горец. И два раза подряд курификейшн его спасает. Великолепно. Ну и вот так вот Холдрейзерс начинают. И там при этом еще и Артез Тавр забрал. Так вообще круто. Да, Джекернаут на халяву забирает Тавр без сопротивления. Ну и на седьмой минуте такой вот большой буст. В принципе Холдрейзерс-то получают. Тут уже фейзы. Есть Ринков Базилиус. Морбит Масочка. 50 на 20 между прочим Крипстат. Если что, даже близко такого Крипстата у ребят из Найви нет. Там 37 на 8 только Магопус. У Медузы того меньше. 36 на 8. На 17. Есть Томни Слэш. Пока ни разу не из Алар Тез. Скупил себе ТПшка на всякий. Если вдруг где-то на линиях будет экшен. Он, конечно же, переместится и поможет. И вот Горец начинает свои забеги. Сапог Боттл. Два ассиста. Левел четвертый пока. Ждал он появления здесь Фанника. Но Фанник, видимо, вовремя отошел. Ну и ожидаем, конечно же, появления Мома у Артеса. Те самые знаменитые Джиггернауты под Момом, которые будут убивать, если не обращать на них должного внимания. Ну а пока, видим, Нави, ну так особо активно и не играет. То есть, поначалу Габлак, конечно, побегал. Он помешал СФу. Заставил его там какое-то время постоять под Тауэром. Ну а после этого, все, как бы, на этом активность заканчивается. Манскор, в принципе, тоже пока не особо активен. Видимо, одна смерть. Пять на четыре Крипстат. Ну и вот той самой связки... Теренем, Дэнди чуть-то не отъехал. Скивер его здесь спасает. Второго уровня. Отъехал под свой Тауэр. Так вот, той самой связки в Энджи Фулл Спирит плюс Огурмак, бегающий под смоками, мы так и не увидели. Вот, возможно, немножечко попозже, когда там уровень свой необходимый наберут. А Фонин покупает себе Мидас. Ну, казалось бы, да, начало очень плохое, но вот он внезапно уже выходит в топ-1 по Нетфонсу. Ну, так вот, стоит только подарить ЭЦФу два фрага. Собирает он Мидас, один раз его заизал и уже топ-1 по Нетфонсу. Джиггернаут топ-2, ну и вот видим, какое отставание Медузы. Вост идет пока на позицию 103. Так, Дредд здесь подхиливает Крипочков, очень интересно, получает стан. Репелл на себя, потягивается Фаник, тэп-аут. Ну, тут как-то очень-очень своеобразно сыграл Дредд. Подхилы Крипов это, ну, такое себе решение было, прямо скажем. Если бы он оставил этот Перификейшн на себя, то, возможно, еще бы и в живых остался. Ну, а в любом случае, на халяву фраг 1 забрали. Здесь еще и горца находит, стан залетает, Фаник здесь, Долгаш, Бодиблок, неплохо. Говорит, не знаю, как пройти, дают Войт, приходится на помощь Годдэм, Телекинезис. Ну, горца тут уже забрали. Опять же, на ровном месте два фрага дают Хеллрейзерс. Ну, вот классно начали, классно начали, но... Ошиблись? Слишком нагло себя повели в результате. Счет сравнен. Ну, а два. Ну что ж, практически 10 над игры у нас уже позади. Есть смысл, наверное, оценить экономику обеих команд. Ну, Хеллрейзерс, несмотря на две последние отдачи, впереди. Две тысячи денег имеют. Эксперенс три тысячи. Ну, это сказывается, конечно же, фрифарм Артеса и Медасу Шадуфинда. Так, скоперировали здесь два суппорта на сложной линии. Что там у Дэнди? Как у него дела? Ну, Аркан Буцей есть, есть Боттл, есть Маджикмон, тысячу монет. В принципе, еще 1200-1300 до покупки дагерочка. Ну, с дагерочком, конечно, у Дэнди веселее игра пойдет. Пока мы видели только одно реверс-полярити, не особо оно реализовалось. Но фарм на миде он свой не оставляет. Артес с Момом, 1200 монет, фармить уже начинает намного быстрее. Покупает себе Блэйд. Ну, в свой стандартный айтем-билд идет. Обычно дагернаут через Мом так и собираются. Так что здесь ничего удивительного нет. Ну, важен тот момент, что с покупкой Мома Артес смещается в свои леса, тем самым высвобождая нижнюю линию для фарма своих тиммейтов. Ну и вот, в частности, говорят, например, этим пользуются активно. Левел пятый, получают фри-экспу, получают деньги за крипов. Вот так вот, получается, поднимают, скажем так, своих не фармящих героев немножко повыше по нетворцу. Артес нашел тут два стака, пробежался. Хотел найти Тайтхантера, мало ли он был с лоу хп, может он был со мной слэша забрать. Но Фанник тут играет очень осторожно. Фанник как раз-таки есть два килла. Транквилы, 1100 монет. Починка-помаленьку, вроде такой незаметный бегает Тайтхантер, а вот на свой даггер он уже начинает активно фармить. Ну и мы понимаем, да, что чего ждут Нави. Нави ждут появлением даггера на Магнусе и даггера на Тайтхантере. Вот с появлением этих двух артефактов игра должна повеселее в Нави пойти. Пока потому что от них особой активности нет. Хвост фармит, у него Персференс появился. Так, на Годем возможно будет атака, Годема нужно уходить. Фанскор ускоряется, получает стан Годем, пробивает хвост руки, залетает Снэйк и от минуса. Ну вот прилетал Сталдред, но немножко поздновато и с Ампорификацией он просто не успел. Ну так, перебаковал немножко Рубик, слишком далеко вышел из-под своего Таура, за что был наказан. Медуза. Третий инфорс пока показывает, но хвост тоже по мере возможности пытается фармить. 1-0-2, кстати, помимо того, что и крипов бьет, еще и гда у него превосходность легкой линии. Особо для этого он ничего, конечно, не сделал, тут скорее больше Хеллрейзер сами на туп линии нафидили и подставлялись. Ну, главное, грамотно этим воспользоваться и хвост этим воспользовался пока на все 100%. Огрклаб, Афонин, также ПТ, Боттлер, Руна, Инвиза, левел 11, Ирик, МСолс уже второго уровня. Что-то с ним можно будет придумать, и я же готовый в Ортезе. Насколько же вот так вот осторожно играют обе команды? Ну, в какой-то степени, да? Ну, в частности, вот Нави. Нави действительно играют очень осторожно. Пока просто фармят. Линии свои особо не покидают, получают деньги, получают экспириенс, но уже дальше будут показывать все на то, что они способны. Афонин, активировал Инвиз, кликают, но пытаются кого-то отыскать в чужом лесу. Вот здесь, кстати, стоит Каблак. Цель не самая простая, но убить ее можно, тем более, что здесь и Найт Сталкер есть, у которого появляется Саленс. Дрейд уже Гвардиан Энджел получил, поставил агрессивный вард и видят двоих здесь. Ванскор, вейв откинул. Не получается сцепить, прям к Таврум своим приклеили, сейчас хвост вместе с Ванскором. Покидать этот оплот не хотят, еще и стягивают сюда на ДП. Команда, приходит Фанник, но все под вардом. Был Вижн от Хелл Рейзерс, непрекрасно знает, кто пришел. Скаблак, тоже отходит. Ну что ж, возможно здесь будет какой-то файт. Внезапный смок от Дэнди. Дэнди покупает себе даггер, очень важно и очень вовремя. Давайте посмотрим, как он сможет реализовать себе свой даггер. Сейчас, в принципе, идеальная ситуация, то есть довольно-таки плотно Хелл Рейзерс друг к другу подходит. И видим, что хвост сразу же вылезает с потавр, тем самым байтит на себя, конечно же. И Хелл Рейзерс на этот байт не ведутся. Они прекрасно понимают, что пропал Магнус с линии. И что если они сейчас будут вгрызаться в Медузу, то поплатят своим здоровьем. И Медуза покупает себе ультимейт. Дэнди, Дэнди, видит СФ, обрывается. Дэнди, ой, как неудачно ворвался Ликиней, сразу же вешается. Фанник подходит, давай, Рэвэдж, Рэвэдж дает, в принципе, неплохой по четверым. Медуза ультимейт, он не слэш, залетает, теряет, мягикер науто. Разбирает Магнус, убирает Дэнджа по спирит. Бьют еще и Фанника, Фанник пытается уйти. Под раскруточкой Артез, Фанника не отпускает. Да, Лэнка Смэш погибает открыта. И Каблака ведь тоже зацепил Горец. Пытается Каблаку уйти. Порификейшный дэмэдж охватило. Минус 4 делают ребята из Хелл Рейзерс. Великолепно. Вот это да, просто один неудачный врыв от Магнуса. Ну там Дэнди залетал, он, в принципе, на тагер уже провязал. Он видит, что возле него никого нет. Пытался отойти, но Телекинезис от ГДМа его просто не отпустил. Ну а дальше все пошло как по маслу. Великолепный, выигранный файт от команды Хелл Рейзер. Забирают при этом еще и Тауэр. Джиггернауто достаются деньги. Слава и все остальное. Да, ну 2-0-0, левел 11-й, конечно, тут он серьезный пуст получил. Ну как и СФ, в принципе, тоже, да. У них, смотрите, какие нетворксы стали. Сразу же пытаются брать и два Тауэра. Ну, они прекрасно знают, что сейчас... А хотя у Дэнди-то есть еще ревер сполярить. Он же его не тратил. Но Хвоста разве что нет в Тонгейзе. Но Тайтхантера нет реведжа. Будут ли драться Хелл Рейзер сейчас? Но, по идее, двух ключевых ультимейтов у Нави нет. Для драки 5 на 5. В теории Хелл Рейзер должны быть посильнее. Заходят прям по тавору, здесь на Дэнди. Дал Сайленс, Дэнди успел отражать даггераут. Но Твост-31 остался, получает Войт. Ванскор будет 7, Горс отдает стан, Артез здесь ускоряется. Нет у него мне слэшлик, Мофсоус в принципе коснулся краешком хвоста. Хвоста пытается свапнуть, хвоста просто взгрызает Артез. Минус 1. Погоня продолжает, знаете, большие проблемы. На Скивере пытается уйти. Скивер ответ на Дэнди, не самый удачный. Магнус Ивенем забирает, это уже минус 2. Погоня по Т4 тавор, Каблак тоже помирает, минус 3. Воу-воу-воу-воу-воу, Хелл Рейзерс. По Т4 тавор на 16-й минуте. Вот это да. Вот это было шикарно. Смотрим батл река, полторы тысячи денег, 2600 экспы. На команду. И плюс 102 тавор в копилку. В такую яму себя Дэнди, Нави сейчас забрали. Загнали. Что выбраться из нее будет очень-очень сложно. Саша Яса готовы уже у Артез и сверху 1300 монет. Что там у СФ? У СФ должно быть готовое БКБ. Да, но она к нему уже летит. И комбо-вомбо пока у Нави не работает. Ну, понятное дело, что в этом замесе у них просто были кулдауны на их ультимейтах, но тем не менее. Опять же, Магнус РП не давал. Тут Артез можно сейчас пытаться собрать. Артез. Он сейчас должен увидеть, да, что Шоквей был потрачен от Дэнди. И просто так берет. А тут Госкептор. Фаник, хорошо. Фаник первым артефактом Госкептор взял. Теперь он не слэш пошел. Точнее, реверсполярите. Артеза увозят. Артез. И уйти не смог. Ну, тут отлично разбили. На наглости поймали Артеза и Джекернауту минус А0. Нужный фраг для Нави. Сбили доминейтинг у Артеза. 359 голды забрали. 1300 монет за него получили. 1300 экспириенсов. Ну, скажем, более-менее поправили экономику своей команды. Видимо, холдрейзер тут преимущество уже 8000 по дингам, по экспириенсу 10 тысяч. Все равно это много на 17-й минуте. Это очень много. Горис идет докупать себе вангуард. Да, докупил. Дред Аркан Бутс. Гот Дэм. Тоже Арканчики. Что у Дэнди? Дэнди ничего нового. Таггер Арканы. Пока без фрагов для смерти имеет хвост. Так и не докупил свою ликен сферу. Ну, два раза подряд в замесах он погибал, поэтому и денег, собственно, не прибавлялось. Ну, сейчас Леса пытается себе вынести заветный артефакт. Ван Скор, Чин Мэл. Ну, потихоньку медаленовка рейдж будет походить. Габлак. Без шмоток. Паник. Паник купил Госкептер. Кстати, Госкептер в этой ситуации спас. И благодаря Госкептеру они только сделали фраг. Фактически на артефакте. Поэтому... Ну, айтембилд был хороший, по сути дела. Но даггер все равно нужен. Ну, что ж, забрали Тейтин Тауэр. Хеллрейзер спамиду. Сразу же прожали смоки. Будут кого-то искать. Плотничком держится на Ви пациента два Тауэра. Ну, вот правда хвост. Хвост может загулять. Есть ТП-шка. И нужно почувствовать, где... Чуйка, чуйка. У хвоста должна быть. Курьера можно перехватывать. Ну, да. Здесь сбить ТП не удалось. Сто курьера перехватили. Ну, хоть какой-то приятный бонус этого смока они себе вынесли. 9-4. 19 минуты игры. Могарклапа является Дэнди. Ну, это выход БКБ. Очевидный. Ну, хвосту просто нужны деньги. Артефактов ему тоже очень много нужно будет в этой карте. Ему главное, чтобы дали возможность пофармить. Дали пространство для фарма. Чтобы тот самый Space Creation организовал для него команда. Сложно это сделать, когда ни одна из драк толком-то и не получается на нами. И всегда можно ожидать где-то появления оппонента. Артес покупает себе Джеверин после Саши Яши. Ну, это Башер, очевидно. В чистый хороший урон будет выходить Джекернаут. Ну, потом рано или поздно он все-таки докупит себе БКБшку. Ну, понятное дело, что БКБшка не поможет против Магнуса, против ОРП. Но она поможет хотя бы не подставляться под какой-то реведж. Ну, и с таким дэмэджем, который имеет уже Артес, под Башером, под Саши Яши, под Мома, можно будет, конечно, разваливать любого. Ну, такая грозная боевая единица выросла у ребят из Хелл Рейзерс. Ну, причем, вот, например, смотрим на Митузу. Хотя Митуза не особо сильная отстает, если смотреть по Нетворцу, то есть разница там в тысячу с небольшим монет не так критично. Ну, ТСФ, правда, вырывается вперед, но у этого парня Мидас есть. Хороший вардинг в исполнении Хелл Рейзерс, то есть они видят весь чужой лес, видят, где фармит Фаник, чем занимается Суппорт, чем занимается Хвост. Это позволяет им комфортно фармить и в своих лесах. Сейчас контроль руну Ахонин. Какое богатство. Ну что, Рошан жив! Хотелось бы, конечно, перед заходом на Рошпит какой-то фраг сделать, какой-то ганг, но, видимо, никто не подставляется. Ну и решили без ганга зайти на Рошанчика. Ну что ж, здесь надо драться. Нави нужен этот Айгис. Нави вот в этом Рошпите самое идеальное место для того, чтобы ворваться своими АОЕ прокастами. Горец стоит. Опа. ДНД, реверс полярити. Горца. Фаербласт, Игнайт. Как же они долго его бьют, вы посмотрите, как живет Горец, еще и выхиливает его, лол! Там теперь у него Джаггернаут забирает Айгис. Они его не забрали, они потратили РП. Горец живет! 15 хп оставалось. Это ужас. Просто кошмар. РП минус. Ну, ревидж не был потрачен, понятное дело. Но там они все заюзали. То есть был Фаербласт, Габлака был, Игнайт. Ну, Ванскор, правда, не дотянулся там, но он давал вейв. Ну, весь прокаст от Магнус, да, связано с Кивер, Шоквейв и Реверс Полярити. Ну, короче. Как-то опять грустно все получилось у Цунави. Даже за Айгис один фраг забрать не смогли. Ну, и Хеллрейзерс теперь, получая Айгис, имеет возможность подраться хорошенько на Мидианта. Два Таври, или хотя бы Тавр забрать. Так, Хост аккуратненько пытается отпушить. Покупает себе начало задатки для покупки Яши. Тавр, что Дуфин спокойно забирает. Хост пытался снайдить, не получилось. Ну, и стяжка пошла на нижнюю линию. Как же хорошо играет Хеллрейзерс, а? Вот стоит отметить. Эти великолепные перемещения командные, то есть они знают, когда нужно собраться вместе, когда нужно пушить товара, когда нужно устроить файт. Что есть у противника, что нет у противника. Действительно, прям вот чувствуется подготовка, что Хеллрейзерс не просто туристами приехали, да, в Китай. Приехали побеждать. Ну, тут игра, конечно, многому показательна, сколько наложен тимплей. Ну что ж, собираются вместе под смоками Нави. Видите, находится противник. Но вот Гардца, кстати, рядом нет. Корец купил себе Кримсон Гард. В спину заходит Нави. Когда-то вот примерно такой же мув принес им. Одну из самых знаменательных побед в истории Нави. И Дэнди заходит, заходит Дэнди, годдэм. Бегает. РП в никуда, боже, ну как? Реклама в соул, сдается рэвидж от Фанника. Ну, Афонин успел прожить БКП. Хвост дал Стонгейс. Падает очень быстро в анскор. Забирает его арте с помощью умнислэша. И убегает Нави. Ничего не получилось. Рэвидж потратили, Стонгейс потратили. Реверс Полярити ушел в никуда. Все. Вот и все. Годдэм. Годдэм еще Реверс Полярити своровал. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, смотрите, зажали Фанника. Фанник пытается с Годдэмом драться. Помирает. Идут дальше по Т3 Тауэр. Гонят хвоста, гонят каблока. Тем не нужны подниматься на свой хайграунд. Да, это в результате минус два. Минус два и плюс Тауэр в копилку команде Хеллрейзерс. 23 минуты Преимущество за 12 тысяч уже у Hellraiser Спадингам по экспириенсу десятка Нави Без АОЕ прокастов Чем дефать непонятно На хайграунд поднимается Hellraiser Goddamn по-прежнему имеет РП Телекинизирует хвоста Танец мечей РПшка от Goddamn А по двоим под хвосту Иван Скору читает пробивать горец Магнус сиренем подвозит Ушок в вебе двоих Но потеряли они уже двоих своих тиммейтов Минус также Тельди Ну и по-моему По-моему тут Все понятно Байбэк от Магнуса Без РП Что толку Откидываться только шок в вебе Сторону терять Дэнди не хочет Фаник еще целую минуту будет без своего реведжа Медуза не 30 секунд без возможности байбэка Афонин терение покупает себе Скади Приносит сюда к хайграунду Падает сторона На 24 минуте 14-4 счет Ой, Дэнди ловит Дэнди умирать нельзя Друзья, после байбэка же уходит на дагерь Хорошо Перемещаются на медлинюю ломать Вот так вот хеллрейзерс Долго не думая Хотят прям сразу игру завершить Ну вот тут Увидели, что Медуза осталась 10 секунд до респауна Активировали Кримсон Гард и отошли Невероятно Кто бы мог подумать, что вот именно так будет развиваться эта игра Эта встреча Но как ни крути, все равно видно, что у Na'Vi действительно ничего не получается Вот та задумка, которую они пикали Та стратегия, которую они выбрали Она полностью не реализовалась Было, ну, три попытки таких, да Три замеса, где входили Na'Vi Их Symphony of Skills явно не получился Такой Symphony of Fail скорее Неудачные залеты от Дэнди РП в никуда Вынужденные реведжи И как результат Потеря стороны на 24 минуте Что ж, покупает Фанник только-только себе свой даггер В артесте временем после башера уже Ну, практически насобирал себе на БКБ По-прежнему есть Аегис Ну, и с ФСК, где мы видели Еще и Доминатор себе приобретает Корец, Кримсон Гард и Владмер Ну, будет еще замес Может быть и не один даже Na'Vi и попытаются, конечно Вернуться в эту игру Не слишком ли мы уже Отпустили они противника Ну, потому что сейчас я наблюдаю За этим джиггернаутом Я вижу, насколько этот парень силен На что он способен Он будет разрывать Теперь он убивает не только с вами слэша Теперь с покупкой БКБ Он будет бить просто с руки У него есть скрыты Правда, двоечка только вкачанная Но, я думаю, это дело Артест скоро поправит У него есть Мом У него есть Башер Того, в кого он будет вгрызаться Вряд ли уйдет Ну, что ж, по миду Готовы заходить Ребята из Холд Рейзерс Скат, их вас тоже начинают чувствовать Насколько больно Эти тычки от Афонина Он скоро откидывается вейвом Стан на двоечку Ну, это Каблак Да, тоже знаменитые станы На единичку Ну, так они играют Что поделать Так, Фаник Рейвидж имеет Реверс Полярити у Магнуса есть Поясное дело, что Пуязав Денди Байбэк Лишил себе возможность Собрать с ПКБ В ближайшие минуты Но ее ультимейты есть Холд Рейзерс не форсирует события Холд Рейзерс играют аккуратно Ну, очевидно, что подниматься в лобовую Вот так вот на противника На чужой хайграунд Довольно-таки опасно Самый лучший, идеальный вариант Вообще Для развития событий Холд Рейзерс Это, конечно же, какой-то ганг То есть убийство на нейтральной территории Одного-двух персонажей И потом уже только за охотных играл Ну, возможно, дождутся Следующего Раджана Но это такой ультрапассивный вариант И вот дем сейчас может подставиться У Рубика уже Тагер, Пойнт Бостер, Аркан Бот Си То есть Если что, Рубик нафармил Примерно столько же, сколько Денди на нити Рубик-суппорт, да, если вы помните Ну, то, что он фаненько перефармил Я даже это не озвучу Такое Ну, пробежались тут нави Пытались кого-то зацепить Не получилось На топе Холд Рейзерс Решили по топ-линии Возможно подняться Кабушка 8 секунд Еще у Афонина есть Этиминатор приехал 18 3.07, кстати, на ноль отыгрывает Афонин Команда там по единичке По единичке поумирала Ну, вот Афонин еще Что такое? Смерть в этой карте не познал Таверни, получается, ни разу и не был За всю игру Отстреливается пока нави Хвост прикупает себе манта стайл Не оставляет денег на байбэк Хлинка, манта есть Фейзы есть Аквила есть Ну, 27 минута Такой Более-менее запак присутствует В всяком случае Это у него лучшие шмотки С всей командой, да Вот-вот сейчас Слишком далеко выжил Хвост Говорит, если его зацепят Будут большие проблемы Нет, Хвост вовремя отходит Не забываем, что там еще есть лекинсфера Так что Какие-то войды изначально не пройдут Тяжеловат Как ни крути, но Хеллрейзерс Не могут так вот взять Насколько эту игру завершить в свою пользу Немножко придется помучиться Поразводить, скажем так, оппонента Ну да В напряжении, конечно же Ребята из Нави держат Нижняя линия Которая постоянно пушится Там крипы заходят В строение подкушивают Немного Т4 Тауэра еще не трогали Как осадный Ленинград получается У Нави Сейчас они выйти из своей базы Блоком не могут Хеллрейзерс их просто не выпускают Ну, шаг лево Шаг право Посматривается как смерть И поражение Ну что же Хеллрейзерс Неужели действительно будут ждать Следующего Рошана До которого, кстати, не так много и осталось Ну, очевидно, что даже в моральном плане Аегис дает Серьезный такой плюс Для команды Ее даже, возможно, и не реализуют Да, то есть Он даже и не потратится в замесе Но Чтобы Смогла команда сказать Все, мы готовы Это Аегис нужен Огроклал Ну, может быть, у Гадем Он хотят Дождаться, когда он соберет себе свой Аганим Осталось, кстати, не так много То есть 400 монет Ну, тут какой ультимейт воровать? Ну, тут Не знаю Потому что На Саганима Ну РП не усилится Грэбиш тоже Такое Ну, сваппинги, например Неплохо На Саганима Так Ну что ж На миде были Тут Некая попытка от Нави Что-то придумать Пока не в полном составе Здесь были Хелл Рейзерс Сразу же эту идею Отбросили Стоим на базе ДФМ Но других вариантов нет Появляется Рошан Ну что ж Вот теперь Хелл Рейзерс Пойдет забирать свой Аегис Трэрошан по счету Сыра, понятное дело Здесь нет Расставляет ворды Ну Везде расставляют эти ворды Просто чтобы Нави сквозь эти ворды Не прошли Чтобы Если прошли То были замечены Ну Тут понятное дело Что СФу и Джаггернауту Много времени не нужно Чтобы Таврашана забрать Криточки под 500 Залетают Ваши периодически Под минус броню Это Фонина И в итоге Аегис Для Артеса есть Но вот теперь По-моему Это самое время Для ключевого замеса Для обеих команд Готэм Хвосту сбил линку Хвост Манта стайл Готэм Телекинизирует А и вот Далековато Далековато Находится команда Конечно Отличная возможность Была хвоста зацепить Но они там только С Рошпитой перемещались Не настолько мобильные Ну что заход на хайграунд Кто-то пол хп там уже просел Артес просто пробивает с руки Бьет его здесь хвост То есть и неплохо пробивает Так пол хп Артес потерял Но тут хилингвард И плюс еще конечно Пуррификейшн Отреда спасает Репельчик на фоне Непериодически висит Хвост торгует лицом Ну хвост заставляет Стягивать противника В одну кучку Поближе к хвосту Чтобы там залетали Отлично Магнус вместе с Тайтхантером Это все понятно Хэлл Рейзерс на это Не ведутся Задача их конечно Не убить хвоста Их задача снести Просто в сторону И так вот понемногу С каждой пачки крипов Они отрывают Куски от этого тавара Видим что Тут ретавара осталось Ну тут 248 здоровья Мы понимаем что Уже наверное С этого захода Тавра упадет А дальше бараки Габлак Теперь Габлак Пришел немножко забайтить на себя Габлак Получается Аленс Аккуратненько его пробивает Смотрите с каким расстоянием Друг от друга делают Ребята из Холл Рейзерс В итоге Габлак вышел Габлак умер И на этом все 34 секунды в таверне Так Мома Тортеса Дэдди вынужден Провязал даггера Аут Побоялся что в него Могут ворваться Тут Годем справа Фейтболты раскидывает Ну и падает барак Рейнджевой барак На ровном месте Без драки Без сопротивления Так Китайский сервер Не лагай Сайленс на хвостах Хвост сбрасывает Манта Стайл Стан в Ортеса Дэдди ищет возможность Чтобы ворваться Но медлиню Просто потеряли Медлиню без драки Минус две стороны Глифортификейшн пока Юзается Китайский сервер лагает Ничего страшного Мы же видим что происходит И Хелл Рейзер Без каких-либо потерь Без драки Без ничего Просто с одной стороны На развороте Сомни слэша Заходит Джиггернаут Забирает фанскорок Облак дает стан в Ортеса Тайдхантер вошел Рэбидж дал Но Афонин БК Беррик В Офсоу Спанник себя впитывает Четго Степну Чтобы его не убили И тут Ортес потерял Все-таки Аекис Окей Телекинезис Рубик Сейчас ничего не своровал Рубик Поста пробивают Вот он реверс полярити В одного горца Шоквей В Денте Большие проблемы Тут конечно уже Мало что могут сделать Нави Вот оно РП от Код Демо Цепляет хвоста Цепляет каблака Минус 4 Живка осталась Локофани ГГВП Хелл Рейзер С эту группу Игрывают просто В салат С первых минут игры Фактически До самого конца Хелл Рейзер Ну Не оставляли шанса Для Нави Нави пытались Что-либо сделать А не пытались Реализовать свою комбинацию Свою стратегию Не вышло ни разу Вот это да Хелл Рейзер Открывает групповую стадию С победы С чем мы конечно поздравляем Отличнейшая блокадка Ну Придраться здесь К исполнению Хелл Рейзер Просто невозможно Действительно был сыгран на уровне Что же тут говорить Ну и Поздравим еще раз Конечно Нави Нужно будет тоже собраться У них впереди еще есть матч Как у Хелл Рейзер Поэтому Пожелаем им удачи Конечно же Мы по-прежнему хотим Чтобы наши эти обе команды Прошли дальше Чтобы пошли в групповой стадии И порвались В плей-офф Вот Ну и все это зависит уже От самих команд теперь Ну что ж ребят Так вот матч подошел к концу Третий раунд в принципе тоже Я думаю на параллельных трансляциях У нас там тоже матчи завершились Дальше Здесь для вас Я буду комментировать Следующий матч MP Phoenix Против Evil Geniuses Вот И на других трансляциях У нас тоже игры будут Так что далеко не распекайтесь Студия Станатор Для вас комментирует Матчи DAC Группового этапа Надолго не прощаемся Ну и после музыкальной паузы Ворвемся обратно